Следующий вопрос. Говорит, если человек, находящийся в храме, побрил голову тому, кто не находится в храме. Говорит, то есть должен ли он за это совершить какие-то искупительные действия. Большинство ученых считает, что такой человек не должен совершать никаких искупительных действий. Потому что что является запретным? Является запретным удалять волосы именно кого? Мухрима, именно того, кто находится в храме. И это мнение Мама Шафия и Малика Ахмада, Дауда Аз-Захири. И что касается Абу-Ханифы, то он сказал, Тот, который побрил волосы, если он в храме, даже если он побрил волосы кому-то другому, он должен все равно принести искупительные действия. Но это мнение, нет на него никакого довода. Значит, правильное мнение в вопросе какое? То, что если человек в храме побрил голову тому, кто в храме не находится, то человек, который в храме, не должен приносить искупительных действий. Далее. Это мнение, нет на него никакого довода. Значит, правильное мнение в вопросе какое? То, что если человек в храме побрил голову тому, кто в храме не находится, то человек, который в храме, не должен приносить искупительных действий. Далее. Приносить искупительных действий. Далее.